Взрослому человеку перейти здесь дорогу достаточно просто, но когда речь идет о детях, а учитывая, что рядом находится школа на тысячу мест, сделать это проблематичнее. Этот пешеходный переход не регулируется светофором, что возмущает родителей и школьников. Отсутствие светофора не единственная проблема на этом участке. По мнению родителей и учеников, пешеходный переход и вовсе находится, мягко сказать, в неудачном месте, прямо на автобусной остановке. Этого пешеходного перехода не должно быть, потому что здесь останавливаются автобусы и маршрутки, когда приезжают, они постоянно заняты, у них постоянно стоит транспорт. Светофор нужен обязательно, но не на этом, у этого перехода не должно быть, он должен быть в другом месте. Все это делает пешеходное движение здесь опасным для школьников, особенно в утренние часы, когда автомобилисты выезжают из дома и поток машин значительно увеличивается, а дети как раз спешат на уроки. Здесь идут школьники в школу и нужна светофора, чтобы их не сбила машина. Потому что я сегодня здесь проходила, и меня чуть машина не сбила, она на всех скоростях ехала, то есть я думаю, что здесь надо поставить светофор. Машина же ездит, а может сбить ребенка, если не успеть. Машина же разгоняется. Машину могут сбить, если не увидят, что человек ходит. Трудно здесь перейти дорогу? В связи с многочисленными обращениями администрации района было принято решение включить этот участок в программу безопасности дорожного движения на 2017 год. И несмотря на то, что установка светофора властям кажется нецелесообразна, работы по улучшению ситуации на данном участке будут проведены. Установка непосредственно самого светофора на данном участке дороги нецелесообразна, так как там первое недостаточно интенсивное движение, а второе зачастую пешеходы, нажимая кнопку, думают, что сразу загорается зеленый светофор и начинают переходить дорогу. В связи с этим, наоборот, этот переход становится более аварийным. Мы предусматриваем установку светофорного объекта типа Т-7. Это вот как мы в этом году поставили на Березовый в районе Дома-3 мигающий светофор желтого света, обозначающий нерегулируемый пешеходный переход для привлечения внимания водителей. В рамках этой же программы здесь планируется изменить разметку и перенести пешеходный переход дальше автобусной остановки, но уже в следующем году. Юлия Погостьян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.